Эта конференция сейчас будет записана. Я думаю, что у коронавирус появилась такая тема, как провести переговоры с поставщиками о снижении цен. И представлюсь, меня зовут Шульга Елена Александровна, ведущий преподаватель Центра специалист. Веду порядка 30 курсов. Это три больших направления. Направление по менеджменту начинается руководитель структурного подразделения до генерального директора, soft skills так называемый, куда относятся все переговорные процессы. И большое направление в андрогогике – это обучение взрослых людей. Я вам полезна, интересна, и я вижу знакомые лица. Спасибо большое за доверие. Тем, что в первую очередь я практик. С 18 лет я в бизнесе, и переговоры я веду по сей день, в настоящее время, потому что имею еще помимо преподавания, имею собственный бизнес. И переговорный процесс, он идет постоянно. И сейчас я в таком же состоянии, как и все остальные. И где-то нужно поторговаться, и где-то приходится мне снижать ценник, где-то я прошу, чтобы там снизили ценник. Поэтому, смотрите, это обоюдный такой процесс, чтобы не выглядело… Ну, я не хотела очень узкий прям делать этот семинар, чтобы все-таки этот семинар был, в общем-то, для любых переговорщиков и правила торга, что в одну сторону, что в другую. Потому что сейчас может оказаться, что кому-то нужно снизить ценник, а кому-то из вас, наоборот, например, удержать хотя бы те цены, и к вам приходят на переговоры и снижают цену. То есть такой обоюдно выгодный разговор может быть. И, в общем-то, вся остальная информация вы обо мне видите. Сертифицированный коуч, я практикующий психолог. В общем-то, каждый день сталкиваюсь с тем, что люди некоторые вещи рассказывают, те, которые не рассказывают всем на свете. Но мы двигаемся дальше, и важный очень момент, что какие у вас будут вопросы, вы их себе записываете, и в конце семинара я оставлю время на то, чтобы на них ответить. В процессе я все-таки постараюсь сейчас пока не отвечать, не реагировать на чат для того, чтобы контент был такой достаточно сжат. Итак, вопросы, которые у нас стоят перед вами, это программа «Минимум для возможности торга», то есть что должно быть минимальные возможности для того, чтобы можно было торговаться, какие есть инструменты торга и какие есть правила торга. Итак, начнем с базиса. Коллеги, не бывает такого, чтобы, если вы не делаете базис, чтобы построили дом. Это все равно, что нет фундамента, а вы дом собрали строить. В любом случае он какой-то должен быть. Серьезный, не очень серьезный, но он должен быть. И существует в переговорном процессе так называемые этапы. Наверняка многие из вас с этим сталкиваются, но не все знают процентное соотношение. Вот смотрите, первый этап – это подготовка. И я не устану говорить, и те, кто приходят на курсы по эффективным переговорам, я прям умышленно вам там даю кейсы для того, чтобы вы поняли на практике, что стоит подготовка. То есть, я вот говорю, 40% успехов в подготовке, мне многие не верят. А, просто слова. Вот приходите, вот посмотрите. В общем-то, докажу практическим путем, что если вы не готовитесь, то выиграть переговоры, уж тем более снизить где-то цену, становится порой невозможно. Ну, поругались и все, да. Следующий этап уже самих переговоров – это раппорт. Раппорт – это установка контакта. Это тоже важный очень блок, и он тоже приносит еще 40% успеха. То есть, по сути, вам нужно, по принципу Парета, 20% дел приносит 80% успеха. Вот подготовка и раппорт приносят 80% успеха. Все остальное дело техники. Технику мы сегодня разберем, но у меня большая просьба. Обязательно займитесь подготовкой. Чуть-чуть я сегодня озвучу, конечно, да, чтобы не было оторвано от контекста. Ну, раппорт – это уже либо сами ищите, либо приходите к нам, я все это поясню. Итак, дальше у нас идет обмен. То есть, мы обмениваемся с партнером своими какими-то соображениями, спрашиваем у партнера, какие у него на этот счет соображения, да, и что он думает, его мнение. Затем у нас идет зачастую торг. Да, мы торгуемся, работаем с возражениями здесь, с сопротивлениями, и затем у нас идет завершение. Завершение – это не просто по рукам мы стукнули. Завершение – это когда есть контракт, который мы подписали. Поэтому этап завершения, он не короткий. Этап завершения, он обычно в несколько этапов даже идет. Мы по рукам стукнули, затем берутся, например, наши юристы за дело, описывают это все в договорных отношениях или допниках каких-то, да, и, соответственно, вот когда поставили уже с двух сторон подписи и печати, то тогда мы можем сказать, что у нас эти переговоры завершились. Вот тогда мы можем сказать, фух, все, выдохнули. Вот до этого, пожалуйста, ни-ни. Тем более такой век, как сейчас, когда все очень быстро меняется. И какова же программа минимум для возможности торга? Первое – это вот так называемый вот этот рапорт. И я специально здесь такую картинку вам чай-кофе. Если вы хотите торговаться, то обязательно нужно установить контакт. И самое простое в переговорном процессе, как быстро установить контакт, это вместе поесть или попить. Ну, понятно, там не все ходят на переговоры именно в обеденное время или там какой-то вечерний ужин, то вот если говорить про чай-кофе, нужно обязательно. Если вы принимающая сторона, сделайте так, чтобы вам больше доверяли. Как говорит, немножко подсластите, да. Предложите человеку чай-кофе-водички. Если есть какие-то сладости или фирменные шоколадки, то тоже можно. Ну, такие маленькие обычно квадратные делают. Если вы на чужой территории, то как вариант, ну, по этикету, в общем-то, обычно предлагают чай-кофе-воду, но как вариант вы можете принести с собой какое-то лакомство. Вот совершенно спокойно. Я пробовала сама на практике, ну, немножко подсластить. Знаете, то есть совершенно спокойно. Либо такой мини-тортик, но только он должен хорошего, очень качества быть, да, то есть за 200 рублей. И переговоры дальше идут, ну, не могу сказать, как по маслу, да, когда ты торгуешься, когда ты пытаешься изменить, например, условия контракта, к какому привыкли. Естественно, это не всегда очень приятная процедура, зачастую. Но вот это вот подсластить, в общем-то, недорого стоит. Но когда это есть, у человека чисто психологически возникает потребность вам что-то тоже в чем-то помочь. Ну, то есть если вы приходите с какими-то сладостями, что-то уникальное, может быть, в каком-то магазине или на рынке какие-нибудь, не знаю, уникальные сладости, что-то такое необычное. Очень хорошо работает, и не нужно это давать, знаете, как в пакетике, как какую-то взятку, а это именно, это нам совместно для, например, чайку попить. То есть вот такие вещи, даже самые суровые переговорщики расплываются перед тортиками. Неоднократно пробовала, правда. Потому что практически все люди такого интеллектуального труда, мозг требует сладкого, и на сладкое обычно вырабатывается гормон радости. А человек не может жестить одновременно, когда он радостный. Поэтому вы делаете сначала вот такую, плацдарм себе, прежде чем идти торговаться, именно вот такими вот вещами. Второй момент. Джеймс Бонд, это, видите, такой Джеймс Бонд, это как раз про подготовку, про то, что вы должны знать все сильные и слабые стороны. Вот прям пошерстить интернет, например, найти аккаунт этого человека, с кем вы будете торговаться, если знаете, с кем будете. Посмотреть его фотографии, что он постит, какие его ценности. Чем больше вы будете знать, тем проще вам будет торговаться. Потому что я сегодня вам покажу такие и манипулятивные техники, в том числе, потому что торги, ну, в общем-то, их достаточно часто используют. То есть подготовка будет на уровне Джеймса Бонда. Вот как только сможете на себя в зеркало посмотреть и сказать, Джеймс, Бонд, ну, вот на себя, да, то, в общем-то, дерзайте, и все у вас получится. Потому что рапорт, как я и говорила, и подготовка, это в совокупе 80% успеха. Ну, и третье, это относится к подготовке. Вам нужно очень четко прописать, как минимум, коллеги, минимум, три варианта развития событий. Вот никогда не ходите на переговоры с какой-то одной мыслью. Вот у меня есть одна мысль, вот крутится, и я в ней пойду. Очень часто это тупиковые переговоры, либо их приходится откладывать на второй раунд, на третий раунд, на четвертый раунд. Это все затягивается, очень скучно. Когда есть три варианта событий, да, вот как здесь на картинке, может быть, я стену проломлю и пойду красной дорожкой, либо я сделаю подкоп и пойду желтой дорожкой, либо я сверху перепрыгну, у меня будет синяя дорожка. Да, то есть, когда вы пишете три варианта развития событий, то есть, например, торг там на столько-то процентов, на столько-на столько, ну, разные цифры, да, и что взамен, то есть, вы должны все плюсы и минусы для себя проанализировать, и, соответственно, все риски. Может оказаться, что у вас появится и четвертая стрелочка, и пятая. То есть, когда готовишься к переговорам, правда, бывает, ну, большое количество вариаций, которые могут всплыть в процессе подготовки. Вот, как пример, вы можете сделать карту переговоров. Я прям вот набрасывала буквально при вас, то есть, например, у нас цель переговора о цене, да, и вы себе прописываете. То есть, если на 10%, то какой-то перечень, какие уступки вы можете со своей стороны дать, да, торг – это что? Ты мне, я тебе. Да, про что это? Что ты можешь взамен дать? Да, если ты можешь взамен, то ты это и пиши. Да, может быть, это много пунктов, может быть, мало. То есть, если на 10% снизите, то то-то, то-то, то-то. И если на 20%, то, например, мы тогда предоплату, там, рекомендации дадим или объем какой-то возьмем. И так далее. То есть, вот видите, здесь я специально 4 сделала, но это вам нужно докрутить. Вы, когда будете готовиться, сделайте такую карту. Просто, когда у вас перед глазами эта карта, вы возьмите переговоры. Когда у вас перед глазами эта карта, вам проще не сойти с пути, то есть помнить о цели, первый момент. А второй момент – у нас просто замечательный пластичный мозг у людей. И все, что мы придумываем в процессе, моделируем, вот если вот так, то вот эдак будет, а если вот таким путем, то значит вот так. У нас формируются нейронные связи. И когда мы уже заходим в сами переговоры, то мы идем по уже существующим нейронным связям, как будто бы, то есть мозг человека реагирует, как будто бы такие переговоры у вас уже были и уже неоднократно были. То есть если вы несколько раз, несколько подходов к подготовке делали, то когда вы заходите в переговорный процесс, вам уже и не страшно, что вдруг с вами расторгнут контракт, если вы сейчас под оценниками будете говорить. И, в общем-то, даже силы как-то дают, потому что мозг воспринимает, что ты уже, браток, сто раз так делал. Поэтому делай, продолжай в том же духе. И у тебя все хорошо получалось, потому что это был вымыслительный процесс, и там никакого риска не было. Поэтому обязательно ставите вот такие вот подготовительные себе цели и рассматривайте сразу второй вариант, а что вы взамен-то можете дать. Какие же есть тактики достижения этого результата, торга? Ну, смотрите. Первое – это, конечно, мы выбираем аргументации, которые нам выгодны. То есть про что мы будем? Аргументация может быть манипулятивная прям запросто. Я вам расскажу, какие манипуляции можно использовать. И я просила, чтобы, в общем-то, в описании, чтобы вы взяли тетрадку, ручку какую-то, чтобы можно было хоть немножко записать какие-то свои варианты, которые в голове придут. То есть мы в перечне аргументов, почему нам выгодно, например, и почему, второй, во-первых, сначала про себя, а потом про своего партнера, а почему выгодно ему должно быть, опять же, с нами дальше как-то общаться, да, и как-то коммуницировать. Второе – нужно, очень важно понимать, вот как раз когда мы готовимся к переговорам, написать целый перечень мелких уступок. Дело в том, что поскольку торг – это ты мне, я тебе, очень часто бывает, что когда мы не готовимся, то мы только видим торг в самой цене. Но ведь очень много так называемых мягких потребностей. это не про ценник, это еще про что-то, понимаете? И вот когда мы знаем, какие мы мелкие уступки можем дать, запросто выходит так, что с той стороны человек только про ценник, а мы можем по чуть-чуть. То есть вот этот вот пинг-понг – мелкую уступку мы со своей стороны, а он, например, крупную со своей стороны. Это тоже манипулятивная техника, но причем пинг-понг прекрасно этот работает, и люди даже не замечают. Единственное, что это не должно быть совсем утопично. Дай мне миллион рублей, а я тебе фантик от конфетки дам. Но мелкие уступки, они тоже какие-то имеют какой-то вес, в общем-то, для партнера. Это запасное предложение, альтернатива обсуждаем. Смотрите, вы не сможете торговаться, будет процесс обнуления, если вас загонят в угол. Когда загоняет переговорщика в угол, то он начинает быть, в общем-то, у него три реакции. Либо бей, то есть начинается агрессия и начинается конфликт, либо беги, и мы, в общем-то, уходим с этих переговоров, как побитые какие-то волки. И третий вариант – это замри, когда мы не в состоянии даже слова сказать. Это реакция нашего рептильного мозга. Когда у нас есть альтернатива, то есть, например, мне нужно снизить, например, стоимость аренды в офисе. И если я уже до этих переговоров посмотрела разные варианты и нашла что-то как альтернатива, и уже там все это разузнала, посмотрела, но всегда любой переезд, там люди привыкли, сотрудники привыкли туда ездить, вот это вот лишний раз, там, юрадрес, например, менять предприятию, или там еще какие-то там мебель перевозить, ну, все равно дополнительно какие-то хлопоты будут, то совершенно спокойно вы себя будете чувствовать очень уверенным переговорщиком. То есть вы знаете, что есть, какая есть альтернатива. И вы можете бить, соответственно, уже на эту альтернативу, что, ну, как бы, если не так, то есть какие-то варианты, не факт, что с той стороны так подготовился. Не обязательно бравировать этой альтернативой, не нужно ее сразу же, да, как ультиматумы какие-то ставить. Но когда у вас внутри есть альтернатива, вы спокойны. Ну, то есть, знаете, ну, окей, ну, не договорился, ну, значит, будет альтернатива. Ну, то есть у вас не будет вот этой реакции рептильного мозга. То есть вы не будете превращаться, там, фактически в крокодильщика, который не в состоянии вести переговоры. Тактика салями. Вот это тактика торга, которую обожают китайцы и вообще восточные люди, потому что они очень аккуратно торгуются, у них есть такое мастерство вот это восточное. И нам бы у них поучиться, потому что тактика салями, почему она так называется, колбаса салями, да, она достаточно жесткая сама колбаса, ее вот так вот от батона просто откусить зубами очень тяжело, зубы останутся там, поэтому ее режут очень тоненько-тоненько, да. И поэтому вот эту тактику так и назвали, она манипулятивная салями, по чуть-чуть, да, вот эти вот во втором пункте мелкие уступочки, вы, соответственно, можете потом, например, и с них тоже спросить. Тактика салями, когда не сразу большой какой-то процент, а вроде, знаете, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, и в совокупе получается достаточно крупная сумма. А еще вот эта тактика позволяет прям вообще не рассориться. То есть, ну давайте вот тут вот отсрочку, а тут мы еще вот это сделаем, а тут еще что-то, да, то есть вот наберите перечень, что вы можете попросить и что вы можете в ответ дать. Вот по мелочи вроде. Вот на основе этой мелочи вы не будете упираться лбами. То есть даже когда вы уже договорились, всегда можно перед подписанием, тактика салями обычно так и работает в конце переговоров, когда уже вот все договорились, и уже только юристы подписывать идут, и заносит партнер ручку над договором и говорит, ну вот хорошо, да, вот вы сказали, там вот отсрочка будет 10 дней, ну вот 12 дней, и вот вообще все было прекрасно. И очень часто вот эта техника срабатывает именно в конце переговоров, в завершении, когда уже одна сторона подумала, что уже все. То есть вот здесь еще называют таким цыганским вариантом, когда дай тебе пальчик, а он тебе руку съест. Вот эта техника как раз про это. Но сначала нужно пальчик. Не пытайтесь сразу же съесть целую руку, люди будут защищаться. Есть тактика ложных уступок. То есть когда мы говорим, слушайте, ну я ничего не обещаю, я, конечно, переговорю, подумаю над этим вопросом, но а что с вашей-то стороны? То есть мы ничего не обещаем, но уже просим что-то с той стороны, и говоришь, ну окей. Ну ничего не обещаю, особенно если вы не лицо принимающие решения, либо вы можете слукавить, что вы не лицо принимающие решения, и как бы немножко спрятаться за каким-нибудь боссом. Возможно, можно так и подыграть. Когда вы говорите, ну чтобы я пошел к боссу, да, сказал, чтобы было вот так-то, так-то, то мне же нужно что-то ему взамен сказать, поэтому давайте, что вы точно гарантируете нам, и вот я тогда пойду к боссу, но правда обещать ничего не могу, потому что я принимаю решение. Тоже тактика, которая очень-очень работающая, и достаточно мягкая, позволяет торговаться без какой-то агрессии. Какие есть еще техники приема торгов? Вот тут можно записать. Смотрите, первая техника – это дробление цены, ну либо умножение, в зависимости от того, с какой вы стороны находитесь. То есть если вам нужно понизить стоимость, то мы, например, берем и умножаем даже вот эту новую стоимость, что, например, это не такие маленькие деньги остаются, что если будет умножить на 12, то это будет уже определенная сумма денег, достаточно большая. То есть когда человек понимает, что он потеряет, то есть либо он сейчас, ну, некоторые упираются, ой, ладно, мне эта сумма не интересует. Говорю, окей, хорошо, а если вот представить, что мы с тобой уже работаем на протяжении 15 лет, не за 15 лет вот эта сумма вот такая. То есть сейчас ты выбираешь ноль, а не вот эту сумму. То есть учитесь в зависимости от того, что вам более выгодно, но это нужно готовить. То есть вы должны взять тот ценник, который у вас, раздробить его, либо разделить, если вам нужно, наоборот, показать, что это всего маленькая там стоимость. Ну, к примеру, вы понижаете стоимость на какой-то там x рублей, и такие все, ой, это так много, например, ну, в годовом масштабе, да, часто там, например, это уже аренду. Когда ты начинаешь делить на месяцы и говоришь, ну, слушайте, это всего удешевление, мы просим в день на, там, 500 рублей, это же невеликие деньги. А теперь возьмите в обратную сторону, да, 500 рублей, множите на день, множите на 12 месяцев, это будет очень приятный такой торг, если вы, например, арендатор. То есть вот поиграйте вот с этой техникой, да, посмотрите на нее, тоже очень хорошо работает, мы, наверное, все ее прекрасно знаем, когда нам предлагают купить квартиру, и пишут, что это всего в месяц 24 тысячи, там, два раза меньше, чем съемная квартира. То есть техника работающая, правда. Вторая техника – это извлечение разницы. То есть если мы смотрим, тут надо посмотреть, что выгоднее, рубли или процента, потому что, ну, иногда выгоднее красивая цифра в рублях или, там, долларах, да, неважно, в какой-то валюте, либо интереснее, когда это не очень красивая цифра в рублях, например, в валюте, а интереснее в процентах. То есть, например, стоило 5, а мы хотим 3. Вроде и 5, и 3, тут разница небольшая, да. А если мы в проценты переведем, то это, там, уже существенное, очень большое количество. То есть в зависимости от того, что вам выгоднее, вы извлекаете разницу из вот этого торга. То есть, например, у вас была договоренность за 100 рублей, что-то вы там покупали, да, и вы просите, например, скидку или, там, снизить ценник, не знаю, допустим, на 20%. 20% – это может быть и много, а просто 20 рублей – это уже немного. Да, то есть нужно посмотреть на конкретные ваши кейсы и извлечь эту разницу и проговорить о том, что, слушайте, ну, на самом деле, тут не такое уж большое понижение, всего лишь вот на столько-то рублей или всего лишь вот на столько-то процента. Смотрим, что нам выгодно. То есть, если нам нужно снизить цену, смотрим на наиболее такую маленькую цифру, чтобы наш партнер не испугался, да. А затем мы эту разницу дробим. Начинаем дробить на дни, на часы, на все, что только можно. Например, на даже, я разделала, ну, это все в подготовке, коллеги, это все нужно делать именно в подготовке. Когда думаете, к чем вы будете аргументировать, я посмотрела, что мы сотрудничали там, ну, так, элементарная такая вещь, как снижение тарифной сетки там за телефон корпоративный, потому что я как владелец бизнеса, телефонов много, и иногда счета прям совсем серьезные. И мне предложили альтернативу переходить, если честно, не очень хотелось с одной связи на другую, но думаю, ладно, поторгуюсь. И когда мне говорили, нет, вы что, там новый тариф, ну, то есть не хотели особо, я раздробила эту разницу, вот этого снижения, и сказала, вот смотрите, на самом деле это вам выгодно, потому что из этой разницы вы даже, вам не хватит денег на то, чтобы привлечь еще такого же клиента, как я. Ну, то есть это небольшие деньги. И для дальнейшего вы просто теряете тогда все остальное. Да, то есть вы не получили это, ну, и не получите в дальнейшем. А я с вами, там, например, уже вон сколько лет. Да, там, с одним банком, там, по-моему, с 2005 года, то есть 15 лет я их клиент, и как следствие, какое количество денег, да, я уже давно работаю совместно, и вот этот момент не настолько уж тяжелый для них. Можно разделить цены на составляющие, например, когда у вас есть некий прайс, и в договор входит несколько каких-то услуг или несколько товаров, и вы можете, опять же, на что-то снизить ценник, ну, на что-то там повысить, если вы с другой стороны. Так делают, например, во всех магазинах, когда выставляют самый дешевый какой-то товар один, а все остальное гораздо дороже. Да, то есть люди набирают. Вот точно так же вы можете сказать о том, что, ну, окей, давайте оставим вот на это, вот я согласен, да, вот тут нужно вот такой ценник, а вот здесь, вот здесь, вот здесь, и вроде по чуть-чуть, знаете, может быть, это для партнера несущественные даже какие-то позиции, но если вы там тоже снизите, то это будет уже очень, ну, такая хорошая сумма. Я вот сейчас по аренде, потому что очень много таких переговоров сейчас о арендах, когда, например, в аренду входит сама аренда плюс, например, свет плюс уборка, зачастую, да, вот есть несколько составляющих, плюс там охрана и так далее, и мы можем сказать о том, что, ну, слушайте, вот на это можно, вот на это, то есть мы по каким-то пунктам начинаем снижать, может быть, которые, то есть аренду не трогаем, но, например, это будет уже уборка дешевле, или там охрана будет, давайте вы это возьмете на свой там баланс и так далее, то есть что-то, что вы можете разделить, если есть такая возможность. Порой можно обыграть рентабельность, потому что когда, опять же, зависит от товара или услуги, иногда рентабельнее купить, например, или дороже, или наоборот дешевле, если бы с другой стороны, потому что там, например, это какой-то концентрат, не знаю, еще что-нибудь, посмотрите, как с другой стороны, что им рентабельно, то есть слово рентабельность, наверное, все понимают, что им рентабельнее все равно с нами, например, работать даже с более низкой ценой. Ну вот у меня был тренинг с байерами, это люди, которые как раз закупают, их задача как раз максимально, за бесплатно практически купить что-то и разместить. Естественно, у них маржинальность увеличивается. И вот один из кейсов, который мы решали, то есть представьте, это байер, который закупает одежду, и коллеги, не знаю, перезаходите, все остальные молчат, поэтому не могу ничего сказать, мне вроде все хорошо. это когда он закупает байер одежду, и его задача максимально дешево ее купить. И тот поставщик, который эту одежду делает, то есть сам производитель, у него возникает, как мы можем рентабельность обыграть, например, что мы освободим его склады, за которые тоже нужно платить, и от старой коллекции мы его освободим. И если посчитать рентабельность, то получается, что скинув нам, например, энную сумму процентов за вот эту одежду, у него это рентабельнее, чем сидеть на этой цене, платить за аренду, платить за склады, платить там менеджерам, тратить на рекламу. Если вы еще обсчитаете, сколько знаете, сколько стоит реклама, привлечение одного клиента и так далее, то на самом деле, это, кстати, в интернете есть такая информация, привлечение одного лида, сколько это стоит, то запросто оказывается, что даже со скидками в 70% снижение цены, это все равно рентабельнее, чем сидеть и ждать, когда будет какая-то уникальная ситуация, что у тебя купят по этой цене. Рентабельность очень хороший вариант, поэтому только, опять же, нужно готовиться узнавать, не просто так говорила про это. Что еще? Можно пойти на жалость, так называемую, и пойти, старайтесь под своим расходом, то есть показать, что на самом деле у вас сейчас расходы там увеличиваются, и вы просто, например, физически там не можете платить больше, ну и как следствие, хотите какую-то скидку, потому что сейчас вот там расходник такой-то такой-то. Можно сравнивать ценник с чем-то простым, там чашка кофе, констовары, но это когда вот раздробите все, что на самом деле человек не так-то много уступает вам, потому что по большей части это там чашка кофе, и это даже не заметят, что, или там констовары, там, например, про компанию, когда в сегменте B2B. Это тоже сюда относится к торгу, когда есть возможность платить по частям, то есть, например, что даже если вы не договорились о цене, но вы платите там с отсрочкой или по частям, там чуть-чуть сейчас только-то процентов, потом позже, это, возможно, даст вам как раз фору закрыть кассовый разрыв, к примеру, да, то есть это тоже определенная выгода, даже если вы не смогли, например, сразу по ценнику пройтись. Это тоже хороший плюс. Вот эти цены посмотреть при разных сроках платежа, может быть, ну вот я сейчас аренду себе понизила из-за того, что я внесла депозит вперед на полгода, и это была оплата за год. Ну, то есть на 50% снизила аренду, просто как раз из-за того, что я говорю, ну окей, я сейчас плачу сразу, ну, потому что для них это тоже определенная выгода, что сейчас арендодатели могут там убегать, а у меня важно, что если даже все вернется, то, в общем-то, ценник не повысится. 50% это очень приличная сумма, потому что у меня до этого была еще тоже невысокая цена. И, ну, в принципе, по техникам все, и я хочу перейти на эмоциональные манипулирования, эмоциональные кнопки, потому что это тоже такой частый, очень частый вариант, когда мы торгуемся. Ну, смотрите, на что обычно давим? На страх. Например, на страх, что мы не сможем с ними там больше работать, да, что они потеряют что-то. Посмотрите, что они потеряют, да, на страх можем давить. Некоторые действительно переживают за такие вещи. На желание наживы, то есть мы можем как раз на деньги, что это все равно им выгодно, да, то есть посчитать вот эти деньги и посчитать сумму, что даже при низкой цене это все равно выгодно, потому что простое это тоже, как бы ты только минус получаешь, а не плюс. Иногда бывает на имидж можно бить, ну, то есть когда люди хорошо выглядят, это не в прямом смысле слова, даже в переносном, что у них имиджевая составляющая, что они там не закрылись или что у них там ассортимент остался такой широкий, несмотря на кризис, несмотря там ни на что. Ну, то есть посмотреть имиджевую составляющую тоже сильный очень триггер такой, на который люди реагируют. Семейные ценности. Смотрите, это если вы хорошо подготовились, то здесь, безусловно, вы тогда должны знать, есть ли дети у этого человека, есть ли у него эти ценности. Да, некоторые прям очень сильно давят на эти кнопки, там, вплоть до того, что я видела предпринимателя. Понимаете, у меня сейчас ребенка нечем будет кормить, поэтому мне нужно там вот то-то, то-то, то-то. И это очень часто, наверное, одни из самых частых эмоциональных кнопок, на которые давят для того, чтобы получить что-то свое. Жалость, желание помочь. И опять же, вот это все возможно, коллеги, если выстроен рапорт. Вот есть рапорт, есть контакт, вот это все проходит. Если нет контакта, то у вас это не получится. Я вам говорила, что только это дело техники. Вот я вам технику эту показываю, но если вы не сделаете подготовку и рапорт, ничего не получится. Вот волшебства здесь никакого нет. Правда. Вот это просто инструменты уже. То есть, помогите, пожалуйста, вот там то-то, то-то, то-то. На помощь откликаются очень многие. Особенно, чем богаче бизнесмены, тем чаще, кстати, они помогают. Тех, кто просит. Если вы, конечно, приходите и начинаете права качать, то здесь, возможно, торг у вас и не получится. Поэтому умеем работать и со своей гордостью или гордыней у кого-то для того, чтобы, например, все-таки спасти положение. Потому что для кого-то сейчас торг – это прям действительно или пан, или пропал. Такое тоже бывает. Сексуальность, женственность, мужественность. Ну, тут можно поиграть на разнице полов. Желательно все-таки на переговоры идти тому человеку, отличному по гендерным признакам от того человека, с кем будем переводить переговоры. Ну, грубо говоря, если с той стороны мужчина, лучше, чтобы женщина вела переговоры. И наоборот. И здесь, естественно, это должно быть одежда с иголочки, то, чтобы это выглядели. Даже если это в онлайне происходит, нужно подготовиться, сделать прическу. Соответственно, там, накрасить глаза, да, женщинам и так далее. То есть выглядеть на такую более женственность. Потому что у нас это свойственно, понимаете, на наши базовые потребности. И это свойственно, что если нам оппонент просто нравится вот с сексуальной точки зрения, да, то мы больше склонны к тому, чтобы мы согласились. Но сейчас много у меня, вижу, большое количество людей в вебинаре, да, вот просто сами себе задайте вопрос, вот как вы себя ведете на переговорах, вот мужчины, когда на переговорах приходит красивая женщина, ухоженная, с красивым маникюром, когда она еще и красиво говорит и так далее. Вот как вы себя ведете? И наоборот, женщина, когда приходите на переговоры, там такой брутальный мужчина, знающий себе цену, да, который умеет, в общем-то, вести переговоры и, ну, ведет себя так вот по-мужски, да, такая мужественность. Ведь тоже многие вещи, соответственно, пропускаемые, где-то будет проще торговаться. Стремление к стабильности очень сильный триггер. И для многих, знаете, пусть будет дешевле, но зато стабильненько. Пусть там меньше зарплату получаем, но зато стабильненько. Посмотрите, какое количество людей сейчас согласны на более низкую зарплату. Опять же, это, получается, поторговался сам работодатель, но зато стабильно. Мало, но стабильно, зато есть. Чувство вины. Ну, здесь посмотрите, если можно, опять же, кого-то обвинить, ласково обвинить, что, слушайте, ну вот просто, если мы сейчас вот не договоримся, я просто физически не могу платить такую сумму, да, ну, придется просто банкротиться. Ну, вот, как бы, а всего-навсего не договорились там о, там, не знаю, о той же аренде. Да, то есть посмотрите аккуратненько, коллеги, здесь не нужно перенигрывать, здесь не нужно актерскую школу какую-то включать. Здесь должны быть аргументы, которые просто бить будут на эти кнопки. Чувство морали и долга. Ну, например, по моральным принципам, что сейчас, например, тяжело, и что, опять же, причину какую-то находите и говорите именно о таких вот, о дожествовании. Ну, и последний такой момент, который тоже очень сильный, это когда есть эмпатия, притяжение к себе подобному. Вот это про что? Вам нужно найти общие точки соприкосновения. Например, вы из одного города, или вы учились в одном институте, или ваши дети ходят в один сад, или вы из одного района. Не знаю, ребят, все, что угодно, все, что у вас есть общие. Вот какие-то общие ценности, и, не знаю, у вас есть котики, и у этого человека есть котики. На котиках можно сойтись, на собачках можно сойтись, на машинах можно сойтись, на дачах можно сойтись. Вот сейчас, знаете, переговоры там, звоню, они как раз в Красногорске, я говорю, как у вас там затопило, ой, боже мой, бедные вы, все. В итоге переговоры длились 10 минут, и я добилась той цены, которая мне нужна. Просто на притяжении к себе подобному, что тут все тонем, все вот, хотя лично я не тону, но у нас тут вроде все сухо, все хорошо. Вот, поэтому вы можете это использовать, еще раз говорю, аккуратно, это должна быть подготовка, потому что самая лучшая импровизация, это заготовленная импровизация. Ну и такие правила торга, в общем, да, я не буду их прям всех зачитывать, я такие рэперные точки возьму для того, чтобы вы, опять же, запомнили. Первое, что не входим ни в какие переговоры, пока не подготовились, вплоть до того, чтобы их там переносить, если вы не готовы. Безусловно, важный момент, чтобы не реагировать на партнеров сразу в уступку, то есть иногда бывает до смешного, например, человек говорит, даже вот вы предлагаете какую-то стоимость ниже, а он говорит, вот столько, ты говоришь, ну ладно, ну давайте, ну ладно, я согласен, и повышайте сами цены. Он, вот столько, то есть он даже вам против ничего не говорит, а вы уже начинаете уступать. Это самая такая типичная ошибка у переговорщиков. Еще важный момент, чтобы вы не только упирались в эту цену. Вот разные там есть варианты, где-то сроки, где-то долгосрок наоборот, там долгосрочное сотрудничество, где-то, что это какие-то рекомендации, где-то, возможно, еще какая-то партнерка, там чем-то вы можете помочь. Вы знаете, очень часто вот эти гибкие навыки, гибкие, вернее, потребности, они тоже дорогого стоят. Может быть, вы информационно как-то можете помочь, может быть, у вас в компании какой-нибудь очень, не знаю, крутой юрист, который позволит, там, какими-то уникальными знаниями обладает, и он поможет их компании, например, там тоже справиться с какими-то юридическими вопросами. Подумайте еще, кроме цены, какие услуги, то есть, самая гибкая, это как раз услуги, какими услугами вы можете состыковать. Может, это доставка какая-то, может быть, это еще что-то, да, то есть, вот подумайте, правда, я не могу сейчас за вас, потому что это, в общем-то, я даю только технологии, а вы уже к себе их приводите, да, кто будет на курсах, естественно, рассматриваем там каждого кейса и находим какой-то консенсус там. Ну, и когда мы говорим про какие-то аргументы, когда мы торгуемся, мы должны все-таки говорить и выгоды какие-то для них, чем ему-то выгодно, понимаете, если мы просто о дешевле, хотя это тоже иногда срабатывает, то есть, я люблю эту технику, о дешевле, о дешевле, ну, я так понижаю, но на самом деле некоторые люди прямо говорят, ну, хорошо, давайте вот настолько снижу, вот настолько. Я вам могу сказать, что в московском регионе не очень сильные переговорщики в плане торга, не все далеко это умеют делать, поэтому это не самая тяжелая опция для московского региона, а вот если вы торгуетесь с южанами, вот там держитесь, вот там нужно будет готовиться на все 200%, потому что у них это в крови, и они это прекрасно умеют делать. То есть, считайте уступки, сколько они стоят для вас, и сколько стоят для человека, потому что, когда вы уступаете, иногда в процентах это не очень много, а в деньгах будет очень много, поэтому всегда смотрите, в чем вы уступаете, может быть, это будет очень-очень неудобный такой вариант, поэтому заранее готовимся. не делайте таких предложений вот это 5, 6, либо 5, либо 6, что хотите-то, ну, то есть, вот должна быть конкретная какая-то цифра. И еще, конечно, четвертый пункт, не следует открывать информацию, которую партнер может использовать против вас, или манипулируйте, то, что я вам предыдущий слайд показывала, то есть, манипуляции, они, в общем-то, я бы даже сказала, что если вы не делаете прям формате, вот здесь и сейчас быстренько реши, то это относится не к манипуляциям, а к психологическому влиянию, то есть, это, ну, в общем-то, все делают и совершенно органично в нашей жизни присутствует. Никогда не говорите нет проблем, то есть, если вдруг человек вам говорит той стороны, ну, вы знаете, ладно, мы вам уступим ценник, но тогда вы, там, не знаю, сделайте вот это, а, это нет проблем, это слишком легко, понимаете, получается, что у второго человека будет ощущение, что он что-то спросил, это что-то такое не стоящее, и у него будет внутри ощущение, что он там продешевил где-то, поэтому нельзя давать ни что вы выиграли, наоборот, такое, ну, да, конечно, спасибо большое, да, там в конце, например, вы договорились на 20%, а у вас это была программа максимум, да, ну, классно, если мы договоримся на 20%, снижение, это вообще шедевр, но не надо показывать это, что вы ехоу, да, и вы выиграли, и вы там самый лучший вариант, можно подыграть, чтобы у человека было ощущение, что он тоже выиграл, поэтому все, что такое бывает, что ты там, говоришь, ценник, самый, да, начинаем торговаться всегда с чего, с самого для вас, если вам нужно понизить, с самой низкой цены, то есть, если было 100, да, и вы понимаете, что там самый лучший вариант для вас, это там 30%, да, то вы с этих 30 начинаете, где-нибудь там уже поторгуетесь, может быть, сойдетесь на 25, то есть, ни в коем случае мы не начинаем торговаться с какой-то суммы, потом повысить вы не сможете, ну, то есть, нужно, наоборот, играть в свою сторону, и еще, ну, такой нельзя показывать сверхзаинтересованность, это как раз, когда у вас есть какие-то альтернативы, то вы не будете ее показывать сверхзаинтересованность, потому что, ну, есть альтернатива, ну, то есть, что это последнее, прям вот, все, вы умрете после этого, если не договоритесь, тоже показывать не нужно. Ну, и у вас есть, как я обещала, мы 45 минут, у вас есть три дороги, в общем-то, как вы можете достичь этого, первое, это использовать те материалы, которые я дала, с тетрадкой, с ручкой, посмотреть на эти скрипты, да, и начать это делать, да, то есть, самостоятельно. Второй вариант, например, вообще сказать, да, ничего я не умею, ничего у меня не получается, я как-то жил, ну, или я вообще там, как-то обойдусь без этого, тоже вариант. Ну, и третий вариант, прийти к нам на курсы, да, и мы разберем, кейсы ваши, в том числе, не просто разберем, мы их отработаем на практике, и в ближайших, вот, эффективные переговоры будут 16.06, а также есть на жестких переговорах, такой блок, и коммуникация в стиле коучинг, вообще, дает такую очень мягкую, мягкую технологию, для того, чтобы вы могли торговаться вообще без ущерба для своей психики, психики другого человека. И я сейчас пока тогда завершу, выключу запись, и мы с вами пойдем в серию вопросов-ответов, если таковые имеются. Продолжение следует... Продолжение следует...